итак друзья привет всем сегодня я хочу поделиться с вами достаточно простой штукой так как я а вот у любитель что называется начинающий поэтому любые моменты которыми я столкнулся мне хочется поделиться хочется рассказать почему я приобрел это почему приобрел то но и как говорится метода проб и ошибок то есть то что я приобретаю не факт что она вообще мне нужно будет мне интересно это попробовать если это тем более еще недорого стоит почему бы не заказать себе там салика что-то интересное не притарабанить хорошую вещь которая возможно пригодится ну и я буду рад если эта информация кому-то покажется полезной поехали сегодня я хочу рассказать вам о балаклавах и подшлемниках утеплителях вот на голову на шею с которыми я столкнулся и который я себе приобрел я сейчас вам постараюсь по очереди показать дело в том что я скажу честно у меня даже когда я летом катался на том же мопеде вот я мелочи большие проблемы скрость казалось бы небольшая тем 50 60 километров в час но очень сильно у меня вещь сдувает горло вот грудную клетку и я честно говоря вот нереально вот это у меня проблема то есть у меня не перехлаждаются там колени суставы ноги какие-то то есть нет у меня именно проблема в том что у меня заболевает горло там грудная клетка продувается короче ну в общем вот это у меня проблем я решил от этого как-то надо избавляться и как-то заранее с этим делом бороться значит первое я заказал себе похожего рода балаклаву вот такого вот типа вот ну это зимний я про нее сейчас отдельно расскажу как бы но не зимний утепленный в данном случае для меня это просто утепленный вот но когда я хотел вам ее показать но дело в том что за счет того что нам не овощи нифига не нравится на меня реально выбешивает я ее купил у нас и честно говорят такая фигня мало того что она от нее толку никакого на 3 зруя электролизуется на сплошная синтетика так она еще на лице лежит непонятно как то есть но я не могу показать что я перерыл в гараже и везде свете на если тебе вещь неинтересность она убогая тут и в принципе не носишь на тебе не нужно поэтому показать вам не могу но принцип вот такой у нее то есть у него тоже вот этот вот разрез там все как надо только когда я одеваешь на голову не получается вот такой вот понимаете то есть у тебя голова вот тут тут черти что короче непонятно еще хочу сказать о том что она мне не помогала то есть летом когда было там плюс 30 плюс 32 ну да и эффект был ты одевал вроде как ничего на тоненькой хорошо но я катался за городом небольшое расстояние там 30 км туда 30 назад плюс я еще на него на водном опеде на этом ездил за 30 км там ну так получалось просто в бассейн и соответственно вы понимаете что куда-то возвращаешь из бассейна что не прокатывает вот такая легенькая балаклава даже плюс 30 это очень холодно и я решил что надо по заказывать утепленную любом случае я еще и летнюю закажу чуть попозже но пока том что есть итак поехали значит вот обычная давайте я начну с простого вот обычная балаклава утепленная вот такая вот то что я вам показывал я сейчас ее одену она очень классно лежит я оставлю ссылку на алике хорошая вещь очень теплая на флисе здесь она вот и подкладочка очень хорошая достойная вещь я когда я делал не очень поздравился и неудивительно почему такие качественные отзывы ну вот то есть вот у вас получается вот такая вот такой вот подшлемник вот закрывает он полностью шею но вот эту часть грудной клетки не закрывает но я покажу вот тоже решение этой проблемы вот очень удобно единственно дам хороший совет ребята у кого волосы у меня допустим я блин полулысый уме там торчит где-то что-то и вот если ты аккуратно не приложишь рукой то вот эти волосы то это будет беда потому что когда ты снимаешь подшлемник то есть это это капец это там вот это вот все навороты какие-то но это жесточайшие короче говоря вот поэтому вот лежит великолепно в ней тепло она комфортная я сейчас одену шлем покажу вам шлем одевается и вот свои ощущения прямо как есть как вот на самом деле это шлем не мой это шлем моей жены и у нас размеры головы одинаковы поэтому поэтому он подойдет сейчас я попробую одеть показать в общем в общем ребят лежит лежит отлично за этот пошлем ник утепленный пятерка еще раз говорю я понимаю жару плюс 30 градусов днем будет душно это бесспорно это я даже спорить с этим не буду но учитывая наши температуры вот сегодня за окном у нас блин я показал бы просто фотоаппарат смещен у нас сейчас вот какой сегодня 8 апреля и на улице такое ощущение что февраль восьмидесятых годах понимаете тут ничего живого места нету все белым было вот и не говорю что я там снег идет но погода тоже переменчивая и когда ветра большие блин это очень сказывается поэтому я утеплены в любом случае нужен и у него твердая по пятибалльной системы пятерка дальше я расскажу вам вот про такую покажу покажу вам такую вот штучку флисовая я не знаю как он называется такая штука одевающийся на шею там по разуме кто там одевает называют ее там отличная вещь вы не спросите почему на розовая да вообще понятия не имею почему на розовую потому что я хотел быть ярким на дороге блин оказалось что какая-то кусочек женщин едет на дороге значит вещь очень хорошая плюсы в чем она закрывает и шею она закрывает и часть грудной клетки вот эта часть которая чаще всего страдает от переохлаждения она тоже флисовая вот очень классная приятная в руках и сейчас я ее вам одену и покажу вот как хотите хотите так одевайте хотите вот полностью закрывает она закрывает все и шею закрывает и сбоку и сзади очень классная утепленная вещь даже если вот опять же я говорю про себя что если у меня страдает скажем так вот грудная клетка до переохлаждения то есть я могу просто одевать летнюю балаклаву обычную летнюю и могу одевать наверх шлем но я сейчас вот проведу эксперимент утеплюсь вообще капитально типа как на зиму и одену предыдущую балаклаву а увидите она даже прячется она даже прячется вот эта красная прячется под этим ребят все наверх одеваем шлем а давайте надену но тут еще закрывается курткой понятное дело то есть прячется где-то красная темно но не знаю мне вот очень нравится действительно очень очень тепло комфортно на весеннюю погоду это даже не обсуждается весна осень на дымисезонку а на лето на лето до жарковато возможно но опять же я попробую вот поэтому достаточно удобная вещь как дымисезон так это сто процентов ну а лето уже надо смотреть по ситуациям там больно лето надо смотреть уже по ситуации там если действительно очень прохладно бывает и 20 градусов и ветер сильный ты летишь на мотоцикле там 90 100 120 то понятное дело утепляться как-то надо опять же говорю как я этой ерундой страдаю тем более я занимаюсь профессионально проведением праздников мне голосовой аппарат очень важен это во первых во вторых ну блин ну кому хочется вообще болеть летом и а мне мне кажется у мотоциклистов частая беда вот этого переохлаждение и последнее чем я хотел поделиться это я купила пушина была дешевая в принципе как таковая она мне совершенно не нужна но вы знаете что достаточно удобная штука она больше пригодится для тех кто катается по пыльным дорогам может кому-нибудь в деревню надо вот вот такая вот вещь она больше для эндуристов подходит для тех кто катается в какой-то такой вот пыльной местности либо там где-нибудь по пескам там ну в общем где угодно вот достаточно классно тоже теплая вещь вот смотрите она одевается и сзади крепится здесь вот все у вас здесь на самом деле вот тоже есть какое-то минимальное тепло да и само по себе приятно и пот я так понимаю тоже впитывается один кстати из плюсов было главы то что туда впитывается под и не мажется внутренняя часть шлема это тоже очень важно в общем вот такая вот вещь ведь она как масочка такая вот можно даже от корона носить ее вот вот такая вот штука здесь какая-то типа типа какая-то вентиляция я так понимаю что ну в общем вот такая вот вещь неплохая но подходит тем кто катается по пыльным дорогам либо на эндуро в общем в итоге ребята балаклава летняя должна быть я потом себе еще закажу летнюю но на сегодняшний день вот мне как-то показалось важнее вот это вот утепленная зимняя хорошая ссылка в описании флисовая такая название у нее есть я честно говоря я буду видео когда хотелось я напишу ее вот такая вот утеплитель такой вот флисовый тоже я ссылочку дам ну и такой для эндурсиков на самом деле вещь если вы катаете по пыльным дорогам где-то ездите там по полям прочее закажите она недорого стоит и в принципе ну неплохая штука нормально по эффективностью конечно только здесь но вы знаете она очень классно сидит вот я так понимаю что ее можно надевать наверх обычной балаклавы вообще не париться ну вот я поделился своим субъективным мнением конечно могут там специалисты там загнобить меня может я что-то делаю не так я из своего субъективного небольшого опыта как я это вижу я это уже все опробовал кстати пробовал и вы знаете не могу сказать что я в чем-то ошибся вот единственно вот это вот да да это только исключительно для каких-то моментов таких вот но балаклава летние 9 утепленная летняя и утеплитель здесь на шею я считаю должен быть обязательно вот есть кому было полезно сделайте подписочку лайк поставьте я буду снимать постоянно мне эта тема интересно буду делиться пока мы мотоцикл находится на ремонте проверяют давление масла у меня кто кто смотрит мои видео подписчики те знают что у меня зажигается лампочка давления масса но я отвез мотоцикл мне позвонили сказали что проверили на стенде и что все в порядке с давлением проблема в датчике датчика вот ожидается должен прийти ко мне и на днях я заберу мотоцикл сейчас на улице творится такая фигня я не знаю как его заберу ну не знаю как-то буду разговаривать договариваться там с ребятами чтобы постоял какое-то время на сервисе потому что ну снег ребят метель страшно я уже колеса переобвал ну ладно это все ерунда в общем все спасибо за просмотр если кому-то казалось полезным я очень рад оставляйте комментарии спрашивайте что интересует все ссылочки в описании пока